Мы идем к месту, где мы молимся, ребятишки. Возвышенность небольшая, не больше метра. Это была деревенская водонапорная башня. А это все корпуса коров, телят, все здесь было. Не больше метра, а ветер дует. Крапиву убрали, ветер поддувает, комара нет. Сейчас они подходят к копилке, видно туда и не попадают. Видишь, немножко только. Это можно выкорчевать, чтобы весной было меньше. Только выкорчевывать надо. Вот видишь как. Раз, два, три, четыре, по четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Тринадцать жердей только ушло сюда. Вот и все, куда идет. Пожалуйста. Этот пруд вот назывался Симаковский. Вот мы как-то выгонялись, думали в колхозе, где-то кто-то прочитал, что коров надо пасти ночью. Вот она днем ест, вечером подойдет, а на ночь ест, и утро будет молока больше. Ну, больше-то надо. Ну, отец пошел пасти. Но надо, чтоб кто-то был, взял меня с собой. Как помню сейчас комаров, ночь в деревне. А коровы сюда вышли, ну, куда гнать дальше-то? Они прямо рядом здесь. Они сразу все легли. Ночью-то я надо пережевывать пищу-то, и никуда не идут. Ясное дело, утром подоили то же самое. А платить надо за ночь пастуху теперь. Ну, а я что, проспал, комар кусает, меня отец плащом укрывает. Дождевик назывался, дожжевик. Из такого грубого брезента, толстого. Он промокал тоже, ну, и все-таки не голый был. Это вот что запомнилось. А одно время отец выпросил лошадь. Ну, а куда он с одной рукой-то? Я на лошади. А вот это поле идем, сейчас к нему подойдем, называлось «После пустошь». Пустошь, когда ничего не сеялось, ну, земля отдыхала. И на лошади едешь, и там какая-то полынь, я не знаю, еще там росло конопля. Это не видать, прям головенка одна торчит, и все. И там вот, где-то проголызынки были, там, вот голуби, смотри, это не мои. Дикарей много, как откуда-то прилетают сюда. Вот, тут припоминать начнешь, много что есть вспомнить. Пойдем дальше. Поехали. Поехали. Пойхали. – Во, да. Каваир. … Продолжение следует...